У меня маленькая мурашка по коже, такой чир, что мы запускаем ракету, потому что да, это вот внутренняя кухня, которая там происходит, я честно ни разу там не была и не участвовала, не понимаю вообще какая специфика всего этого, но сейчас у нас есть уникальная, реально уникальная возможность послушать, что же происходит там, овец старта. Но я честно скажу, я видел, как это происходит, это стоят рамки, небольшой такой барьерчик, перед спортсменом он держится за специальные какие-то поручки, расталкивается, отталкивается и складывает, наверное, вот этот барьерчик, своим телом, или он складывает и можно ехать, складывает, наверное, и можно ехать, да? И вот они уже появляются, как быстро все это происходит, хотя трасса аж 1 километр 200 метров, невероятную скорость покаживает у меня. Это же прям как в тинг-традиции, как это было красиво. Давайте, Батария, аплодисменты, ребята, это было очень красиво, спасибо. Девушки, заезд и девчонок сейчас. Как же им не страшно. Я вообще не представляю, не знаю, как можно набраться, сколько смелости, храбрости, а потом выйти сюда и еще больше набраться храбрости и спеть нам песни в рамках. Такое яркое солнце. Здорово же. Ну а мы ждем наших участников, которые прямо сейчас уже где-то на горе, уже едут к нам, будем наблюдать их финиш. Ну а у нас уже участники появляются, участники появляются на финишном спутке. Ну и громче ваш аплодисменты. Спасибо. Екатерина Майцева. Спасибо. 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 Состоится автограф-сессия «Прест-Катерецк». Как угодно общение с нашей сборной России по стекло. «Боник» «Посуды» «Посуды» «Ахуааааааааао» Ну а у нас сейчас, стоя вот сейчас на сцене появится... Ютые таланты, да, футболисты, группа поддержки. Сейчас поднимайтесь сюда на сцену. Давайте поддержим их аплодисментами, потому что ребята сегодня приехали поддержать нашу сборную... Есть какая-то детская футбольная команда «Корпеда» из города Мясо вместе с тренером Филом Пенсенко сейчас здесь. Какие снова поддержки есть у нас для наших спортсменов? Давайте начнем с тренера, наверное, по совершенству. Всем здравствуйте! Мы очень рады здесь находиться сегодня, в такой прекрасный день. Мы детская футбольная команда «Корпеда» из города Мясо приехали. Хотели попасть на соревнования, поддержать наших лучших спортсменов российских. Жалко, что не получилось, конечно, но очень ребята все хотят сфотографироваться. Если нам предоставят такую возможность, очень будем рады. Эта возможность будет? Сейчас просто как раз таки часа дня. Вся сборная России спустится сюда и будет сделать автограф-сессия. Можно будет сделать фотографии. Парни, у вас, может, есть какие-то слова, что бы вы хотели сказать. Ну давайте хотя бы за хором дружно вместе прокричим в поддержку ребят, в поддержку спортсменов, которые вот-вот минуту на минуту, да, вот там будут спускаться со слона. Давайте, какая у вас есть фирменная кричалка? Что-то имеется у вас? Вот это может ваша команда, какая вы кричите перед выходом на поле, на футбольное. Давайте! Вы торпедо! Вы торпедо! Вы торпедо! Вы торпедо! Вот это да! Ну что ж, повинен наш джинсак всем. Пока что не расходились, пожалуйста, сейчас мы сделаем фотографию. Давайте маленько разойдемся, чтобы болельщикам было видно заезд и спуск спортсменов. Сейчас Сергей у нас слышал. Сергей Ильин ведется сфотографироваться с ребятами из футбольной команды Торпедо. Все хотят пожать его руку. Давайте, ребята, вставайте вокруг Сергея, давайте дружно все сфотографируемся. Вот так шорп артифизиай. Юные футболисты и лыжники, олимпийские призеры. Есть? Так, а теперь не расходимся, а лечку правее посмотрите. Пожалуйста, вас сейчас снимают. Здесь камера, помашите ручкой на память. Это будет снято в большой видеоролик. Спасибо вам всем! Спасибо! Хотелось бы сказать большое спасибо за возможность присутствовать всей нашей команде. Борисову, Анастасии и Юрьевне. Давайте, пожалуйста. Спасибо! Ну а я хочу вам рассказать немножко, что вчера стартовал такое необычное событие для Солнечной долины. Вот если вы видите камеры, прямо сейчас идет прямая трансляция, потому что вчера был пилотный выпуск нового создания Солнечной долины. Это Санимвали ТВ! У нас поработала открытая студия вчера. К нам приходили спортсмены, спортивные функционеры, в числе и Сергей Резди, и Констатия Черцова, Игорь Амелец, Олег Юрьевич Сиротин также был у нас в гостях. И эта студия располагается за трибунами, вы можете наблюдать, смотреть. У нас есть YouTube-каналы, Санимвали ТВ, конечно же, стальные сети. Я и мой коллега Юрий Жуков, мы ввели эту студию. Рустам помогал нам, он был режиссером, главным человеком, сердцем нашей студии. И, конечно же, мы постарались создать максимально интересный контент. Но все бы это не состоялось при поддержке Уралкассы, ребята, которые занимаются полностью обеспечением видеозвук, а также, конечно, поддержкой Солнечной долины, Комсомольской правды. Да, медиагруппа Комсомольская правда, информационный партнер. Но, на самом деле, я вчера была в восторге от той картинки, которую я увидела. И у нас сейчас есть руководитель, директор Уралкасса, Кукушкина. Я поаплодирую тебя по респектам. И я не спал, не знаю, неделю уже. Просто мы работали на УСОП-24 на 7. И я тебе есть что сказать, я знаю. Хочу заскучить. Оставляем тебе слово. Всем привет. Спасибо, что вы все пришли на этот праздник. Да, действительно, Солнечная долина, в месте с Уралкассом открыли свой телеканал, Который работает в соцсетях Солнечной долины. Называет вам, как они выйдут в дни. Вы можете посмотреть запись вчерашнего эфира. В том числе интервью с Олимпийским чемпионом и с остальными участниками российской команды. И вы можете прямо сейчас Артему помахать рукой. Артем у нас здесь находится. Он сейчас снимает вас всех. Вы в эфире вас видно сейчас. В прямом эфире смотрит большое количество человек. Приезжайте на куба губернатора. 19 марта судьи тоже будет там работать. Ну что же, забыл. Я Куркушкин, директор Уралкасса. Здорово. Я просто получаю параллельную информацию здесь с источником. А совсем скоро мы встретимся здесь на этой сцене со сборной России по скей-кроссу. Вопросы, которые, я надеюсь, у вас уже написаны, надуманы и заготовлены. Правда? И, пожалуйста, продумайте, где бы вы хотели, чтобы оставили автограф. Не знаю, это блокнот. Не забыл бы телефон. Прямо на экране телефона. Как ты думаешь, как это вариант? Возможно ли? Привет. Ну, а вот в эти камеры можно помогать, и вас увидит вся Солнечная долина, ну и весь южный уровень. Ну, у нас ещё есть подарки, они не закончились. Сейчас мы проведём розыгрыш от наших партнёров. УАЗ Патриот покоряет по-новому. Здесь такое новое на телевидении. Русану попрошу тебя помочь мне подержать подарки. Мы сейчас в хорошей руке отдадим блокнот и термокружку фирменную, лимитированную от УАЗ Патриот. Она такого очень красивого, классического чёрного цвета. Да, и я предлагаю сейчас условия розыгрыша сделать таковыми. У нас будет звучать очень весёлая музыка. И за самый такой зажигательный и обычный танец, ну, не знаю, 15-30 секунд, мы отдадим подарок самому талантливому, необычному зажигательному танцу. Конечно, какие праздники без танцев, диджей, давай первый трек по танцу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У настоение сразу повышает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Время было передать, и можно зайти, давайте зайдем, потому что нам слишком далеко входить, а мы уже видим, что сборная России. Держите вас, поздравляем! Нет, мы лично вручим, Олега и Кожевский, самые танцевальные сегодня. Друзья, давайте подарим аплодисменты, я пойду тащу все спортсмены готовы к нашему испытанию, потому что сборная России выйдет сюда на сцену, и будет происходить пресс-эксперенция. Подготавливайте маркеры, ручки, писать, где можно оставить автографы, какие-то вопросы, которые вас интересуют. Рекомендуем подойти к Сергею Риске, Кургитере Амелину, парню, который максимально интересно рассказывает и говорит, да, у вас есть вопросы? Так, по поводу футболки, да, сейчас после как раз-таки нашей пресс-эксперенции, мы выявим победителя и объявим его здесь, со сцены, и посмотрим, что интересного вы выложили. И напомню, что мы разыгрываем футболку, которую подарил нам сегодня, точнее, подарит вам розовый призер Олимпийских игр в бикини Сергей Ризик. Вот такая она красивая, это лимитированная футболка, которая выдается сборным, сборной России для поездки в Олимпийские игры. Вот, посмотрите, здесь такие пять колец, все по правде. И условия розыгрыша таковы, вам необходимо выложить фотографии, либо видеоролик, историю, и отметить инстаграм-аккаунт солнечной долины, долина.су, и инстаграм-аккаунт Сергея Ризика, нижнее подчеркивание, сх. И потом Сергей, самый интересный, самый необычный, постисторию он отметит и, конечно же, подарит вам эту прекрасную футболку. Сейчас я спрошу Руссава, как там у нас там стоят дела? Я уже здесь, собираю всех, скоро мы начнем общаться с нашей сборкой, буквально несколько минут. Но пока я предлагаю, я предлагаю, я предлагаю включить музыку, давайте немножко танцуем, потому что мы знаем, что ребята танцевать умеют, только нет, что время учиться. Спасибо, Руссав! Ну что ж, давайте, кто-то может научить меня танцевать, какие-то самые зажигательные и обычные движения, за кем можно повторить? Можно будет погромче, давайте все вместе поддерживаем и научим меня, наконец-таки, танцевать. Диана, я попрошу увидеть тебя, кто-то со мной вместе, чтобы он делал литаж. Я мечтаю в этой ситуации, давайте, что-то попробуем исполнить. Давайте, что подвигатели могут быть. Какие вообще у вас есть музыкальные шипотки, кто какие битты любит, какую хотели бы вы сейчас услышите? Есть? Варианты? Так, девушка идет там, нет, где девушка фотография, фотографии делает. Давайте, может быть, в день спорта, которая была сегодня у нас на сцене, ее любимую песню включу. Зачем мне собственно Монако? Я думаю, что она сейчас здесь заходит с нами и поддержит нас, наш на стульков, зажигательный танец. Рустам, приходите, пожалуйста, на сцену, раз ты уже надеялся эту историю. Покажи нам, как можно искренне к вам засыпать. Ну давай, подними, руки выше, подними, руки, руки, руки! В лево! А справа, да? Еее, хорошо, есть, Кать! Покажи нам, как можно, крепче я тебя заберу. Покажи мне солнце, Монако, кажется, Бог скажи мне, у нас это такая, как войска. Пойдемте, поехали! Пойдемте, поехали! Ну а мы ждем 2-5 минут. Вся сборная России появится здесь на РСН. Готовьте вопросики, готовьте, друзья. Ну а я напоминаю, что мы продолжаем выкладывать фоточки в инстаграм, потому что специальный выезд у нас есть. Это майка Сергея Литвич. Вот все уже ее видели, она здесь ждет своего победителя, поэтому выкладывайте фоточки. Давайте я сделаю камжев для своего аккаунта в инстаграм. Сейчас активно, весело, только закричим. Ура! Музыка! Ну что ж, у нас уже все готово. То есть, чего мы собрались сегодня с вами здесь. Сборная уже на исходной позиции. Мы готовы пригласить сюда спортсменов. Конечно, я пригласил сам. Ну что ж, давай не будем томить болельщиков. Всех тех, кто сегодня собрал у нас прекрасный солнечный день. В горнолыжном комплексе «Солнечная долина». Уважаемые спортсмены, просим вас подняться на сцену подбурные аплодисменты. Встречайте! В спорную России по всекровству. Пойдемте, ребят, мы уже раздалить вас. Мы хотим ближе с вами познакомиться. Мария! Игорь Амелин! Синсорь Кирилл! Артем Беуллин! Симонет Екатерина! Наталья Шерина! Шерина, прости! Елизавета Панкратова! Киросимов Андрей! Каржин Артем! Симчук Андрей! Кайдук Дмитрий! Ван Сибарин Катерина! Шумбин Никита! Регенский штаб представляет главных лигер! Варим Колботин и главного тренера, конечно, тоже хочется увидеть. Громкие аплодисменты. Мы встречаем! Реанавета Панкратова! Священmith Кирилл! Шумбинг Х BENEQ ALEDIUN Спасибо! А красавцы! Шумбинг! Ну пошубите, соночное долине! Вот один наше красавцы, вот один наше чемпион. Как по-другому прямо сейчас. Сборная России Баски Кросса здесь на сцене, давайте ваши громкие аплодисменты. Кому, ребята, очень хочется с вами пообщаться, кому? Кто первый что-нибудь хочет сказать нашим зрителям? Давайте, я не знаю с кого начать, у нас так много. Елизавета Панградова, все. Давай, наши хорошие. Как настроение? Как вообще здесь? Нравится ли гора? Какое настроение? Как вообще здесь у нас, в Миасе? Ты откуда самота? Я, в Солчатке, в Солчатке. Мы, в Солчатке, в Солчатке, в Солчатке, в Солчатке, в Солчатке. Мы здесь, когда путается, тренируемся и набираемся силы на детстве, чтобы я не куплюсь. Аплодисменты здесь, здорово! То есть, тем же вопросом, ребят, как вам Долина? Я просто буду идти где-нибудь останавливаться и спрашивать, как вообще Долина? Как гора? Расскажите, отличается ли она? Ну, я не знаю, такая же классная, как вчера, как на квалификации, в которой все же, по-моему, катались мы, да? Расскажите что-нибудь именно про нашу гору. Очень хочется узнать об этом. Я хочу сказать, что эта гора на протяжении уже многих лет очень сильно помогает нам в подготовке к международным стартам, подготовке к нашим достижениям, да? И сегодня, в принципе, на протяжении всего времени мы очень благодарны солнечной дороге, этим горам, этим горам за то, что они делают из нас тех, кто мы есть. Я здесь, я здесь, но я думаю, что есть вопросы у наших гостей, зрителей, болельщиков. Давайте к ним приступим, уверен, что они хотят с вами пообщаться. Давайте, вопросик. Это, мне кажется, уже требует. Спортсменку Марию можно, пожалуйста? Пожалуйста, можно. Вот что это вообще, как это было, господи, помогите. Да, тут режим, у всех режим. Так, есть вопросы? Есть вопросы к нашим гостям? Давайте, я здесь. Что вас интересует? Раз у нас просто присутствие, давай он стоит здесь, и каждый будет выходить, и у каждого будет возможность задать вопросы к нам. Давайте, супер, Алина придумала. Да, конечно. Представьте и давайте вопрос. Как вы зашли до такого успеха? Понятно. Кто ответит? Кто ответит? Я просто знаю. Как вы добились такого успеха? Что нужно делать? Ну, прежде всего, хотела всех поприветствовать, сказать спасибо за то, что были прийти сегодня. Мы очень рады вас увидеть. Как вы зашли до такого успеха? Ну, что ж, я думаю, что ни для кого не секрет, что, прямо в целом, это многочисловые тренировки, упорный труд, движение с твоим целям, преодоление. Там куча, там все плаги лучше. Вот когда ты четко понимаешь, чего получится, ради чего ты работаешь. Все-таки это невозможно, чтобы вам не улыбать. И верить в себя, в свои силы, все получится. Там вас, ну и вопрос издалось. Сейчас зададут прям на девушку его. Я, во-первых, желаю вам всем победы за Миша. Мы все золотболеем, переживаем. Приехали специально посмотреть на все про нас. И у меня такой вопрос. Когда же у вас все мы увидим в сборе в следующий раз? Это, я думаю, вопрос уже к тренерскому штабу. Кто будет отвечать? Да, но я не только на вопрос отвечаю, чуть пошире. Сейчас на сцене у нас стоят здесь спортсмены, тренерский штаб. Это лишь малая часть, кто стоит за этой медалью. Потому что, чтобы Сергей завоевал медаль, чтобы остальные спортсмены в будущем имели возможность, огромное количество людей работает. Большое спасибо руководству Челябинской области, курорту Солнечной долины в это непростое время. Они обеспечили всеми условиями нас, чтобы мы могли качественно подготовиться к Олимпийским играх в Китае. Спасибо. В следующий раз, конечно, я думаю, несмотря на санкции, которые к нам применяют, пытаются нас сломить, мы не сломимся, будем бороться и встретимся со всеми через год. А еще хотел бы сказать Сергею огромное спасибо. Очень здорово, что в Китае здесь у нас такой везер. Можно еще раз, пожалуйста, его посмотреть? Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что сегодня вы видите, а здесь собрались очень, очень, на мой взгляд, очень красивый спортсмен на России. Мы не каждый день встречаемся, и сегодня была открытия этих спортсменов, ребят. Конечно, я хотел бы, чтобы вы уделили им должное внимание, авансами, криками и так далее. Но не будем забывать, ради чего все свои действия. Ради вас. Все, спасибо. Ну, я... Там у нас еще есть вопросы. Да, 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 конечно. Мам, там было с пилотами на вашем катере? Тяжело ли вам тренироваться вот так кататься, да, Марина? Да, расскажу, наверное. Насколько это тяжело? Расскажите немножко. Вопрос от ума. Мам. Тут... Не расскажешь, не объяснишь. Жаловаться тоже не хочется. Очень тяжело. Профессиональный спорт, да. Тяжелый труд. Звезды, боль. И сейчас все. В конце твоего... Тяжело, трудно, но мы это где-то... Так что да. Спасибо большое. Я думаю, что есть еще вопросы. Есть вопрос очень прекрасный. Действительно. Девушка Ангелина. Которая здесь едет. Спрашивает она у вас. Каково быть чемпионом? Каково быть чемпионом? Да. Помогите мне. Ну, я... Чемпионом. Я являюсь. Спасибо. Есть в наших... В наших финалах один чемпион. Есть в чёмпиона. Вы хотите его увидеть? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это Алла Биолина, Артём. Расскажи нам, Артём, каково быть чемпионом. Это, честно, очень приятные эмоции, особенно когда это масштабные соревнования, я выиграл Всемирную универсиаду в Красноярске, и это непередаваемые эмоции, это что-то с чем-то, это непередаваемые эмоции, когда ты выигрываешь, это просто, да, спасибо. Спасибо, а есть ли еще у нас вопросы? А вы там поднимаетесь на выжжах, и что нам надо? Ну, давайте так, я вам, наверное, помогу сформулировать. Летом, друзья, как поддерживать эту форму, ну, не везде из горы, не везде из тех, что летом, чем, как заменяете, ну, или что-то существуют, какие-то методы тренировок, может быть, ролики какие-то выжжные, да, вот, как театрористы, что-то, да, может, у вас тоже есть что-то такое, кто будет отвечать? Игорь! А, я Игорь. Спасибо, Игорь. Спасибо. Спасибо. Игорь. 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 Или чуть позже. Игорь. 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 Как вы настроили себя после неудачной квалификации на Олимпиаде? Вот это серьезно! Профессионал дать, чтобы подъехать. Честно говоря, я сам как-то так обзорудовал. Получилось, и я до сих пор не могу это понять. Не знаю, обозлился, наверное. Ну, потому что это, скажем так, была контрольная тренировка перед финальными заездами. И она говорит о многом. Готовцы, неготовка, настроения и так далее. Но благо в нашем виде спорта квалификация это же полдела. Ты из этих квалификаций не выигрываешь. Ты только даешь возможность себе выступить в финальных заездах. Поэтому обозлился, скорее всего, да? По-другому не сказать. Я не знаю. Спасибо. Так, ну а можно я задам вопрос о нашем спортсменном любимом? Друзья, а скажите, пожалуйста, что такое для вас микрофон? Лично для вас. Вот можно взять три человека? А мне можно я прям блицом вопросово пойду? Можно? Да! Я прям блицом вопросово, чтоб каждый сказал. Ага, давай, поехали. А, у тебя вопрос? Повтори, пожалуйста. Что такое микрофонский кросс? Что такое микрофонский кросс? Борьба. Это большие эмоции. Человек, эстрим. Жизнь. Жизнь. Свобода. Маскетия. Любовь к этому спорту. Работа. Это спорт. Разнообразие. Гонки. Эстрим. Красивая уличная драка. Адреналин. У меня как у главного тренера не только статус, но и другие децепренеры фристайлы. Акробатика, Могул. Афайф, Берс, офстайл. Но в целом фристайл это моя жизнь. И вот мои друзья. Да. Мне так что еще один человек не сказал. Подождите, 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 подождите. Сергей, он интересен. Сергей, это для тебя, Скикросс. Я не подружину вам у него. Я просто хотел сказать следующее. Видите, сколько на сцене людей оказывает свое мнение, свое восприятие данного вида спорта. Для каждого человека это свое родное личное. Нету мыслей, как в этом плане. Для меня Скикросс, ну, это жизнь моя. Тут по-другому не скажешь. Я большую часть сознательной своей жизни посвятил этому делу. И для меня это, это часть моей жизни. Не только расхода, это какие-то уже амбиции, да. Но это моя жизнь. Поэтому... Здоровья России по Скикроссу! Друзья, поставите, пожалуйста, аплодисменты. Давайте последний вопрос. Последний прям выберем вопрос. Потому что ребята в Франции надо стоять без движения. Давай. Тяжело ли носить эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну что, а мы готовы продолжать дальше перед самой автографцией. Да, мы, конечно, сделаем сейчас фотографию общую. Но после, после того, что мы пригласили на сцену, сейчас сделка, которая приехала к нам вот-вот на минуту, сенатор Российской Федерации Усть-Кинай-Петербургской области Маргарита Павлова у нас в гостях. Маргарита, просим вас, проходите, пожалуйста, на поле на пенсию спортсменов, пенсионов, просим вас какое-то торжественное слово произнести. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые гости, зрители. Я, на самом деле, впервые собралась вместе со всей семьей, чтобы посмотреть это яркое спортивное событие. У меня трое детей, мы все приехали сюда, и, конечно же, как и все вы, огорчились тому, что мы не смогли в полной мере насладиться тем спортивным шоу, которое предполагалось. Наш регион очень сильно готовился, много сил и времени в это вложили, но, как говорится, если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами. И в первую очередь под нож попали наши спортсмены. Это очень печально, это очень грустно. Мы понимаем, что это очередной этап нарушения всех международных договоренностей, потому что всегда, во все времена, спорт был вне политики. Но мы видим, что как только что-то случается, первыми под удар попадают наши спортсмены. И вы это ощутили на себе в полной мере. Так что и мне остается, как и всем остальным, выразить есть сожаление, что когда-нибудь, да, вы смыслы возобладаете, и все встанет на свои места. Вы крутые. Мы любовались сегодня теми вашими достижениями, которые вы уже наработали. Это супер. Ну, я, когда заберешься на горку и думаешь, господи, зачем я сюда забрался, а вы еще что-то там можете сделать с верхней степени. Конечно же, все хотели, хотят добиться такого уровня мастерства, которое у вас есть. Я вам желаю новых побед, новых вершин, новых крутых знакомств. И я думаю, что мы все на вас все равно равняемся. Ну, что, это была сенатор Российской Федерации Федерской области, Легарита Павла. Ставьте, мы снова представим нашего следующего гостя. Но, я так понимаю, лучше бы это сделала я все-таки. Ну, конечно. Сейчас нам на сцену, да, выйдет. Олег Юрьевич Сиротин, Олег Юрьевич, просим на сцену вас. Поздайте, обеспечивайте. Ну, я на самом деле хотел вручить вот один большой презент Сергею Рызбеку. Но при этом расскажу о случае жизни. Этот случай произошел в 2018 году на Олимпийских играх в Чинчхане. Так нам посчастливилось, что мы там были на трибуне. И вот мы смотрели с Кикрон. Со мной были мои партнеры, друзья Полсан с Яковлев, Дмитрий Срежнев, супруги. И вот там была такая картина. Четвертьфинал. Сергей Рызбек. Он гонит во второй половине дистанции, вырывая себе проход дальше. То же самое и в полуфинале. То есть он вторую половину дистанции идет всегда лучше. Но смотрим, он в финале. Кричим. Алло, алло, о. Мы так вот сразу дали ему такое прозвище. Рыжик. И кричим. Рыжик. Рыжик. И он. И он. И он гонит. И раз. Там битва. Падение. И в годы спортсменов падают. А слитары поехали вперед. Рыжик поднимается. Бегом, бегом поднялся в горочку. И взял бронзу. То есть в Чинчане у него тоже было бронза. А вот в эту олимпиаду наша хоккейная сборная взяла золото. И так получилось, что мы общались с ребятами. И вот они тоже знали про этот случай. Потому что там каждая медаль там в сборной обсуждается. И Кирилл Капризов, значит, после уже олимпиады, он любил победный гол. Наши победили немцев. Он доказал, попросил нас сделать здесь в Балуке настоящие золотые медали. Оригиналы. Таких, как какую он привез Чинчана. И вот он попросил, чтобы Рыжику мы вручили золотую медаль с его автографом. И вот я сейчас с его вручу. Это реально бубликат золотой медали Кирилла Капризова. Ну что ж, поддерживаем бурдовыми аплодисментами. Давайте сделаем фотографию, да, на память, которые у нас очень нестаристический момент, мне кажется, сегодня. Давайте, пожалуйста, нестаристический момент. Давайте, пожалуйста, нестаристический момент. Сергей Рыжик и Олег Митисперосина. Ну почему Рыжик? Развестительный, да. Да, конечно, да. Вы наказали праздник. Спасибо, Александр. Давайте вместе сфотографируемся. Давайте здесь сделаем общую фотографию. Сейчас всей командой орификсируем микрофон. На вокал с одежным аплодисментами наших ребят Сергея, которые расплатываются. Идайте, пожалуйста, подними, пожалуйста, чтобы все видели, чтобы вы фотографировали. Ну и есть предложение на массовую большую фотографию. Ребята, товарищи, поближе. Сборная России. Ташки Кросс У. Здесь у нас Солнечной долине. Последний. Ребята, ребята, подождите, подождите, пожалуйста, пойдете вот на эту сторону. Друзья, автограф-сессию, пожалуйста, может подойти к Акташе. Друзья, автограф-сессию, пожалуйста, подождите, у нас же был розыгрыш от Сергея Ритника. Сергей уже выбрал победителя. Сегодня мы подарим футболку. Были условия таковы, нужно было сделать фотографию. Выложите в историю от меня Сергея, инстаграм-аккаунт Солнечная Долина. Вот такую прекрасную футболку олимпийцам мы сегодня подарим победителя. Выбрали уже его. И сейчас Сережа озвучит того, кого выбрал и тот, кто больше всего понравился ему, лучший концерт. Ну что ж, 3, 2, 1, уже есть информация, Сережа, давай. Есть информация. На ней, она находится здесь. Маша Жукова здесь. Так, агром-аккаунт Жук Машова. Есть такая? Хорошо, давайте дальше пойти, да? Нет, нет, так и пойдет. Давай, ну, конечно, со стороны. Светлана, 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 здесь? Светлана, ну что ж, мы дарим вам подарок. Именно уходит он вам, аж футболка. Вот бронзовый призер. И вот на этой стороне, за там тоже стоите, друзья, проходите на эту сторону. Здесь все наши партнеры. Вот они подходят уже. Можете подойти, фотографироваться, взять автограф на память о этом замечательном сегодняшнем празднике. Здесь в солнечной долине. Показательное выступление в горе России будет для вас. Спасибо вам! Показательное выступление в горе России. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует...